Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Этот мой видеоролик будет ответом на вопрос, можно ли оставлять обрезанные лишние листья в теплице. Одна девушка пишет, я посмотрела на видеоролики у вас, что все листья, которые вы обрезали, вы складываете в кучу и убираете из теплицы, а я их оставляю. Почему вы убираете эти листья? Сейчас я отвечу. Если в предыдущих вопросах, когда были вопросы, например, мульчировать или нет посадки томатов в теплице, там, когда окучивать сразу или нет, я говорила, что существует много вариантов, можно делать так, можно делать иначе. В вопросах с отрезанными листьями нижними я буду категорично. Их нужно обязательно выносить не только из теплицы, но и со своего участка. Сейчас объясню почему. Мы все знаем, что в теплице у нас, у томатов, очень много различных заболеваний, особенно грибковых. И когда я говорила про эти заболевания, я всегда вам объясняла, что все первые признаки заболевания фитофторы, кладоспориоза начинаются с нижних листьев, именно вот с нижней стороны листа. И поэтому, когда мы обрезаем лишние листья, вот видите, я их обрезаю, складываю в мешок, и не только выношу с теплицы, вообще выношу с огорода и выбрасываю в мусорный бак. Потому что на этих нижних листьях очень часто при начале заболевания вот этой фитофторы, кладоспориоза, находятся вот эти самые вредоносные грибковые споры. Мы, если мы их не видим, это не значит, что их нет. И когда мы эти листья обрезали и положили на землю, оставили их здесь, то эти грибки, может быть нынче, они как ничего, они очень долго хранятся, они даже могут пережить зиму, поэтому говорят, обрабатывайте теплицы. Но вот эти листья с грибками, которые у нас остались в теплице, они могут заразить землю, и на будущий год, даже если вы посеете здоровые, качественные семена, вдруг у вас начнут болеть томаты. Вы будете искать причину, может быть, да, посевной, как семенной, вот этот материал нехороший, некачественный, или еще что-то. Вам даже в голову не придет, что с прошлогодних листьев, грибки, фитофтороза остались в земле, перезимовали, и на следующий год ваши томаты свежие заразили. Поэтому с нижними обрезанными листьями можно поступать только так, убирать из теплицы и убирать из участка, с участка вообще. Даже в компостные ямы, если вы ее не поливаете вот этими фунгицидами и не стерилизуете, там, не дезинфицируете, эти листья нельзя даже не в компостные кучи никуда закладывать, лист томата и ботву картофеля. Это именно разносчики грибковых заболеваний. Еще раз говорю, если вам кажется, что томаты здоровые, ничем не болеют, это не значит, что этих грибковых нет в какой-то начальной стадии, вот на этих листиках. Да, лист хороший, свежий, здоровый. Но даже я не дам гарантию, что вот сейчас тут нет какой-то фитофторы, фитофтороза. Поэтому про листья томатные, которые мы снизу обрезаем, самые нижние, самые старые, я категорично выносить. Вынести их несложно, но это лишний раз вы позаботитесь о здоровье своих томатов. Не дадите шанс развиться ранней фитофторе. Особенно в сырую, дождливую погоду. Она появляется почти в каждой теплице. Избежать ее не удается никому. Просто самое главное, насколько вы оттянете процесс фитофторы, успеют отплодоносить ваши томаты, отдать урожай или нет. Все. Вот этот видеоролик, ответ на вопрос, оставлять ли обрезанные листья в теплице или нужно их выносить. Обязательно убирать, выносить. Заходите на мою страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Добавляйтесь в друзья, будете получать все видеоматериалы и статьи. До свидания. Желаю вам всем удачного нынче сезона. Погода нас не радует, но все равно желаю всем получить хороший, богатый урожай. До свидания.